Эта программа «Здесь и сейчас». Здравствуйте! В Владимирской области успешно реализуется проект «Билет в будущее». Он объединяет школьников, педагогов и родителей в уникальном сотрудничестве, которое направлено на поддержку интересов, способностей и целей каждого участника. Сегодня у нас в гостях региональный оператор проекта «Билет в будущее», руководитель Центра профессиональной ориентации молодежи Владимирского института развития и образования имени Новиковой Ксения Зоткина. Ксения Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! Проект «Билет в будущее» действительно важный и нужный, но далеко не все о нем слышали. Поэтому расскажите коротко и ясно, что это за «Билет» такой и в какое такое будущее. Да, проект «Билет в будущее» — это всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта образования. Его федеральным оператором является фонд гуманитарных проектов и куратором данного проекта является Министерство просвещения. Проект интересен тем, что он объединяет в себе, как вы уже сказали, и школьников, и родителей, и педагогов, и предприятий, колледжи, образовательные организации. То есть большое количество людей, большое количество разных аудиторий, которые, взаимодействуя между собой, помогают школьникам как раз-таки найти свою профессию, определиться со своим дальнейшим направлением, со своей специальностью, и в дальнейшем успешно в ней развиваться, добиваться высот, то есть какие-либо возможные открытия совершать. То есть проект действительно важен, так как профессиональная ориентация, она сама по себе важна. Она позволяет всесторонне развиваться школьникам, узнавать много нового о народных профессиях, узнавать много о, допустим, каких-либо открытиях в разных сферах. Да и в принципе это расширяет кругозор, и школьникам всегда это полезно. И вот проект, он действительно очень интересен и важен для участия для школьников. Вы, конечно, много перечислили, и расширяет кругозор, и дает будущий билет. Но если говорить конкретно, какие задачи решает перед собой проект? Какие он ставит, какие решает? Ну то есть основная задача – это найти свою сферу, в которой тебе интересно, понять себя как минимум, и, увидев свои личностные характеристики, понять, что в этой профессии тебе будет удобно, и интересно, это действительно твое. Это, наверное, основная цель, которая школьникам нужна и важна в этом проекте. Но также, помимо этого, есть множество других целей и задач. Это и определение, допустим, с дальнейшим направлением обучения. То есть школьник не только определит свою сферу, но и может сходить на профессиональные пробы, и себя уже попробовать в этой профессии, и, соответственно, увидеть колледж, увидеть образовательную организацию. Куда ему непосредственно потом можно с этой профессией прийти? И также задача по трудоустройству. В этом году у нас появились предприятия, сотрудничество с ними. То есть можно уже не только найти образовательную организацию, в которой ты будешь учиться, но и непосредственного работодателя, которому ты можешь потом пойти на работу, уже увидев реальные рабочие условия, на которые тебе в дальнейшем может получиться пойти работать. На какой возраст вообще это рассчитано? С какого класса ребят начинают вот этой профориентации подвергать? Возраст, который рассчитан в проекте, с 6 по 11 класс. То есть это как раз-таки та самая ранняя профессиональная ориентация, когда школьники 6 класса еще интересуются всем, они такие заинтересованы, их можно чем-то увлечь, что-то им показать. И они не просто так вот отмашкой, а вот куда все пойдут, ну туда я пойду. А именно это такой возраст, когда можно еще увлечь школьника. И это с помощью разных мультимедийных каких-либо программ, игр, квестов, да всего подряд, можно школьнику уже с раннего возраста определяться, в какой профессии он в дальнейшем будет работать, и что ему подходит, что ему интересно именно со стороны его мнения. Не только как ему скажут родители, или как ему скажет общество, а именно то, что он хочет. Смотря по своим личностным характеристикам, по профессиям, которые ему больше подходят, он уже определит свое направление и в дальнейшем будет к нему идти. Вы сказали, что одна еще и задача, это не просто помочь определиться с направлением, но сразу подобрать и площадки для обучения, да, выбранного направления. Я думаю, сейчас у многих современных школьников есть такая проблема, они грезят о очень таких популярных массовых, медийных. Да, к сожалению, это так. Ну, почему не к сожалению, оно может быть и хорошо. Ну, не все могут пойти в медийные профессии, не все достаточно кайфористы. Да, и тут еще и проблема такая, что, допустим, даже вот хочет, не знаю, режиссура, да, там, сценаристика, и они не всегда понимают, ну вот я хочу, а куда мне податься? Я так понимаю, что раз проект всероссийский, он подсказывает места для обучения не только в регионе, да, но и за пределами. Да, то есть существует множество площадок для дальнейшего обучения. Если ребенок проходит на сайт «Билет в будущее», то есть он может воспользоваться несколькими инструментами, в числе которых там примерочная профессия и еще много разных, где, соответственно, будет список профессий и место, где можно эту профессию получить, где можно обучиться. Точно так же у нас в Владимирской области, допустим, если ребенку определяется среда и профессия, которая ему интересна, которая ему понравилась, и он в ней себя в дальнейшем видит, он уже может на наших региональных площадках попробовать себя. Это на базе колледжей, на базе детского технопарка «Кванториум», и в дальнейшем уже про работодателей, уже даже узнать, куда пойти работать. Вот даже интересно взять, допустим, профессию биолога. Если ребенок проходит профориентационный курс, тест, и ему говорят именно, что там тебе нужно пойти в биологическую сферу, или им даже конкретно говорят там микроорганизмы, растеневодство, насколько глубоко вот эта вот стезя, которую предлагает ребенок. Ну вот вы сказали про биолога. Если ребенку именно высвечивается биолог, у нас даже есть такая профессиональная проба на базе детского технопарка «Кванториум». Биолог, агрохимик, то есть ему высвечивается именно... Там как? Там общая профессия и все твои, допустим, личностные характеристики, которые тебе подходят в ней. В примерочной профессии можно еще и узнать, что ты будешь каждый день делать на этой профессии, и уже в дальнейшем идешь, записываешься на профессиональную пробу в детский технопарк «Кванториум», ты туда приходишь, и тебе полтора часа рассказывают все о профессии. Не только рассказывают, но ты еще и руками это все пробуешь сделать, и проходишь такое некий полуторачасовое щупанье профессии своими руками, и себя воспринимаешь в роли профессионала своего дела. То есть там как бы не только прям до малейшего перечисления профессии, что вот это вот прям узконаправленное, там все равно определяется больше сфера и уже профессия к ней. Даже вот интересно, за счет чего получается такой срез, где тебе говорят и профессию, и твои личные качества, вы делаете какие-то диагностики, да? Как это вообще, что проводится с ребятами? Да, то есть с ребятами на самом деле проводится огромное количество разных интерактивных мероприятий, начиная с того, что ребенок, когда только приходит в проект, мы его вносим на платформу, у него уже есть в личном кабинете около восьми диагностик. То есть он может пройти мои профсреды, моя профессия, то есть большое количество диагностик и себя узнать, и как минимум вот этот инструмент, который позволяет определиться с профессией. Помимо этого у нас педагоги проводят уроки по профессиональной ориентации школьников. То есть они еще им дополнительно рассказывают, являясь некими проводниками в мир профессий. У школьников также есть много разных инструментов в личном кабинете, таких как профиград, это где такой город, который в онлайн-режиме школьники строят. И каждый домик, он отвечает за свое направление, за свою диагностику. Какой-то домик может отвечать за моделирующую профпробу, то есть в которую ты входишь, и не только в очном формате, приходя в колледж, ты можешь попробовать профессию, но также и в онлайн-формате ты сможешь пройти профессиональную пробу прямо на сайте. Помимо этого еще есть и примерочные профессии, и битесты с родителями, то есть где школьник и родители вместе проходят тесты. То есть интерактивного материала на самом деле достаточное количество, чтобы погрузиться в этот мир профессий, и не только пройти пару диагностик, которые тебе даст общие результаты, а именно углубиться в свое профессиональное самоопределение. Даже интересно, насколько часто тест показывает, например, у ребенка склонность к ветеринарии и к работе с людьми, условно продавец или менеджер. Может быть такое, что диагностика скажет, что тебе можно и туда, и туда, или все-таки она что-то одно подаст? Диагностика, она больше определяет сферу, то есть одну, в которой тебе комфортно. Допустим, здоровая среда. Это относится и к ветеринарии, и к взаимодействию в медицинском плане с людьми. То есть это такая обширная среда с несколькими профессиями. То есть, понятно, не будет такого, что вот в одно иди, а в это не ходи. Нет, ты смотри, что тебе интереснее. Нашим зрителям наверняка интересно посмотреть, как работает проект, и как раз об этом у нас есть небольшой репортаж. Давайте вместе посмотрим. Профессия медика требует колоссального объема знаний и навыков. Процесс обучения сложный. Но это не останавливает ребят, которые решили после школы поступить в медицинский вуз или колледж. Мне нравится также биология, химия. Я хотела бы связать свою жизнь именно с профессиями, в которых употребляются такие предметы. Хотелось бы на хирурга. Вот такая достаточно серьезная профессия, которая требует большого учения, стремления и без желания. То есть я считаю, что работать там ты не сможешь. Проект «Билет в будущее» помогает подросткам определиться с выбором будущей профессии. Он работает уже пять лет. Только в этом году в нем приняли участие более 12 тысяч школьников Владимирской области. Поддержку будущим специалистам оказывает педагог-навигатор. Он проводит тестирование по профориентации и вместе с подростками посещает учебные заведения и предприятия. Ты имеешь возможность после этого тестирования развивать свои возможности. То есть, например, что-то тебе не дается, где-то у тебя там что-то западает. Нет, это не говорят, что тебе не подходит эта профессия. Ты будешь развиваться, ты будешь узнавать что-то новое, и у тебя есть возможность все-таки прийти в эту профессию, если она тебе действительно нравится. Для школьников во Владимирском медицинском колледже провели ознакомительную экскурсию. Сопровождал их студент выпускного курса. Он рассказал ребятам о работе медика. Мы поставили это у нас штатив для того, чтобы удерживать уже нашу жидкость, которую мы вливаем пациенту. Здесь он у нас, как правило, мы его укладываем либо на функциональную кровать, он у нас находится в положении лёжа. И мы, конечно же, вставляем вену, всё это под жгутами. Школьникам показали, как ухаживать за новорождёнными малышами, как правильно их держать и пеленать. По данным экспертов проекта, билет в будущее, профессия медика в России сегодня одна из самых востребованных, наравне с программистами и школьными учителями. Руководство Владимирского медколледжа помогает выпускникам с трудоустройством. В сюжете говорилось, что наиболее востребованы – это медик, школьный учитель и, кажется, педагог. Действительно это так? Или ваш опыт немного другой подсказывает? Ну, если брать по направлениям, которые есть у нас, более 60 профессий в этом году, если вот так статистику брать, на что больше идут, именно по требованию школьников, это индустриальная среда, это здоровая среда в том числе. Да, все очень хотели сходить на сестринское дело, на зубной техник. То есть, да, правда, что здоровая среда очень актуальна. Умная, то есть, как раз-таки связанная с IT-специальностями, тоже была очень востребована. Комфортная среда – это сфера услуг, тоже вполне дети ходили, и было очень интересно, оставляли положительные отзывы. А какие услуги, наоборот, в аутсайдерах? То есть, кто, наоборот, не хотел? Ну, вообще, на самом деле, все пробы, что были, все все прошли. То есть, не было такого, что вот, мы не пойдем, мы не хотим. Нет, я имею в виду из услуг. Куда идут реже, меньше всего? Вот кто? Какие направления-то? Именно направления в сфере, ну, профессии, в общем и в целом. Ну, наверное, школьникам пока что неинтересно, ну, как неинтересно, не привлекает, наверное, там, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. То есть... Не понимают, если деньги водятся. Да, да. То есть, как-то вот в сфере именно машиностроения, как-то еще не совсем школьники, может быть, к этому направлены и стремятся. То есть, хотя сколько было предложено мест, все сходили и всем было интересно, все так с удовольствием чинили потом эти двигатели, машины. То есть, как бы сказать, что прям какие-то направления, на которые дети не хотели никак идти, такого не было. Все все равно по своей направленности, по своим интересам, увлечениям все равно пробовали и оставляли положительные отзывы. Вы сказали, что 60, да, у вас сейчас представлен сред. Какой не хватает? Чем еще интересуются школьники, а у вас пока не представлено или представлено не в большом количестве? Скорее всего, это здоровая среда. То есть, у нас по здоровой среде только несколько площадок. Это Владимировский базовый медицинский колледж, который как раз-таки был в репортаже. И в Кванториуме у нас тоже есть парочка биотехнолог, вот такие направления. Наверное, все остальные представлены в достаточном количестве. А, ну, возможно, еще деловая среда. Но деловая среда у нас, в принципе, и так хорошо, я думаю, развита. Юристов-экономистов у нас хватает. А вот здоровую среду я бы увеличила. Тем более, да, когда у нас открылся филиал собственный, пожалуйста, иди учись. Ребята сейчас не секрет, все хотят блогинг, все хотят звездами быть. Те, кто приходят и вот говорят, я хочу вот быть звездой в какой-то соцсети. Куда вы их направляете? То есть, может быть, это какое-то театральное или что? Как направить в правильное русло этот талант? Именно блогинг, вот блогерство, блогинг у нас пока такого не было направления. Возможно, в следующем году мы что-то попробуем с этим сделать и появится. Но запрос в основном, когда мы проводим профессиональные пробы, большинство преподавателей звонят и говорят, что вот нам интересно вот это. Давайте мы с вами попробуем как-то скомпоновать, чтобы дети сходили, да, вот кому это интересно, на определенную профессиональную пробу. Запросов относительно блогеров пока что ко мне не поступало. Я думаю, что дети-то хотят, но они все же подойдут к учителю и не скажут. А я вырасту и буду блогером. Это как из разряда сказать космонавтом? Ну, может быть, но вот на данный момент блогера у нас такой профессии, чтобы именно были профессиональные пробы, у нас, к сожалению, нет. 60 направлений, еще раз повторюсь, в следующем году будет добавляться что-то еще или хватит? Да, конечно, с каждым годом профессии все растут и растут. Мы увеличиваем и площадки, и компетенции по площадкам. Поэтому в следующем году, естественно, мы добавим большее количество направлений, именно специальностей, чтобы увеличить охват, увеличить количество специальностей, на которые школьники могут попробовать. А так, очень надеюсь, что у нас увеличатся также партнеры реального сектора экономики, которые тоже нам смогут показать большое количество профессий, как это действительно происходит на производстве, реальные рабочие места. Поэтому, конечно, в каждом новом году профессии все больше и больше растет, площадок все больше и больше растет, детей тоже все больше становится и больше. Поэтому проект масштабируется, он не стоит на месте, он только добивается больших и больших целей. Как раз про масштабирование проекта. Он уже реализуется не первый год. В этом году есть принципиальные отличия от прошлого года? Что добавилось или что убрали, например, ненужное? Да, в этом году тоже есть принципиальные отличия. Прямо такое самое масштабное отличие – это добавление партнеров проекта, то есть это предприятие, реальный сектор экономики. Это прям, я считаю, огромный плюс, потому что дети могут пройти цикл, начиная от полный профориционный цикл, начиная от прохождения диагностики, профессиональных проб, уроков с преподавателями, заканчивая действительно партнером, на котором ты можешь потом прийти и еще и работать устроиться, уже зная, как там все происходит, уже познакомившись. Вот также в новшество в этом году я, наверное, бы добавила – это большее взаимодействие с родителями, то есть родители стали таким же активным участником процесса профессионального самоопределения школьников. Они во многом участвуют, проходят курсы для родителей, то есть родители тоже стали такими активными участниками. И, наверное, я добавлю это увеличение количества и преподавателей, и школьников, и, в принципе, площадки стали более заинтересованы к детям, да, то есть есть уже площадки, которые сами нам писали, что да, мы хотим, мы хотим участвовать обязательно, и зовите нас и в следующем году, и через год, и мы всегда готовы принимать детей. Так что вот такие, наверное, плюсы в этом, точнее, изменения в этом году я заметила. Я когда готовилась к программе нашей, посмотрела, действительно, цифры впечатляющие. 12 тысяч школьников приняли участие в проекте именно в этом году, и задействовано больше 170 школ области. Это еще не весь охват, да? Можно еще расширяться и расширяться. Да, можно еще расширяться и расширяться. Еще, наверное, раза, два-то точно. Ну, надеюсь, да, все ребята смогут поучаствовать, потому что действительно интересный проект. Вот меня лично еще зацепило, что вы говорите, есть курсы для родителей. Что они из себя представляют, чему там их учат? Ну, то есть курсы для родителей, они нацелены на то, чтобы родитель смог стать полноценным участником процесса самоопределения школьника. То есть помочь ему в чем-то, подсказать, как лучше. Не просто там сказать, вот тебе надо выбрать профессию, вот все, мы сегодня садимся и выбираем. Именно с точки зрения психологии правильно отнестись к ребенку, понимая, что ему тоже тяжело выбрать вот так вот свою профессию, которой ты будешь заниматься всю жизнь. И из чего состоит курс? Он состоит из коротких видеороликов, которые включают в себя пять модулей. И восемь экспертов-психологов, они помогают родителям, они дают там чек-листы, гайды, вот эти видеоролики обучающиеся, с помощью которых родитель может именно понять ребенка и помочь ему в дальнейшем. Не только определиться с ним уже этой профессией, но и с точки зрения психологии ему в этом помочь. Мои коллеги подготовили небольшую справку касательно проекта «Билет в будущее». Давайте вместе посмотрим. Более 12 тысяч владимирских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее» в этом году. Из них 120 человек с особенностями здоровья. На платформе проекта провели порядка 30 тысяч онлайн-диагностик. В рамках программы 1800 ребят участвовали в региональных профессиональных пробах. 1900 посетили экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора экономики. Наставниками в вопросах профессионального самоопределения стали более 230 педагогов. В проекте «Билет в будущее» приняла участие 171 школа и 25 колледжей 33 региона. Если говорить более конкретно, каких успехов достигли школьники во время этого проекта? Есть ли у вас какие-то реальные истории? Да, есть реальные истории, о которых мы очень гордимся нашими школьниками. Допустим, ученики из школы 11-й Коврова, города Коврова, Максим Машков и Михаил Афонин, они представляли Владимирскую область в финале чемпионата по профессиональному мастерству профессионалы. И заняли второе и четвертое место в таких взрослых компетенциях, которые требуют серьезной подготовки. Это токарные работы на станках с ЧПУ и фрезерные работы на станках с ЧПУ. И Максим, он рассказал, что участвует в проекте уже третий год, то есть уже несколько лет. И благодаря проекту он узнал о компетенции, как раз-таки токарные работы на станках с ЧПУ и познакомился с чемпионатным движением. Получил профессиональные навыки, знания и уже смог в дальнейшем добиться таких высоких результатов. И также Елена Алямина из школы 36 Александровского района, она стала призером всероссийского конкурса «Большая перемена». То есть, по словам школьникам, именно в достижении таких высоких показателей, им помог проект «Билет в будущее» и дал такой мощный старт развития и профессиональное самоопределение. Ну, это, наверное, стоит такой заслугой колледжам, потому что, когда дети приходят на профессиональную пробу, колледж не только им проводят, вот тебе полтора часа, мы с тобой позанимаемся, и все, и дети. А даже вот на последней профпробе, которой я была, как раз-таки, в Владимирском базовом медицинском колледже, детям проводят и пробу, и рассказывают о колледже, и рассказывают, как поступить. Мы даже попали на зачет, настоящий зачет, как сдавал студент рейтинг курса. Понервничали вместе с ним. Понервничали вместе с ним, помолчали, да, постояли. Ну, то есть, ты узнаешь не только о профессии, да, ты еще узнаешь и о образовательной организации, тебе и расскажут, ты со студентами пообщаешься, поймешь, как это на самом деле все происходит в колледже, как это учиться, и уже, может быть, даже подумаешь прийти туда. Точнее, даже не может, а подумаешь, потому что, когда мы с ребятами стояли, кто-то прям так задумался, он говорит, да, и правда, здесь такое оборудование, здесь такие преподаватели. Я реально задумался, надо бы сюда после школы-то приходить. То есть, это расширяет, как минимум, кругозор, и расширяет количество площадок и образовательных организаций, в которые ты в дальнейшем сможешь пойти учиться. Ну, я думаю, что самая вот элементарная, главная проблема, которая помогает решить ваш проект, это дети обычно выбирают профессию, которая есть в их ближайшем окружении, которую они видели или слышали, там, мама, медик, да, там, я не знаю, дедушка-строитель. И они просто же не догадываются, что бывают инженеры, операторы вот станков, кто-то еще. Они, естественно, не могут этого хотеть, потому что, ну, ты не можешь хотеть, да, ни с чем не сталкивался. А тут им раскладывают полностью вот эту вот карту и выбирают то, что тебе по душе. Поэтому действительно замечательный проект. Как в него попасть? В него попасть можно с каждым новым сезоном. То есть, да, сейчас у нас проект потихоньку идет к завершению. У нас педагоги отучились, сейчас получат свои удостоверения. И в дальнейшем будут организовывать работу по профессиональной ориентации в своих школах. А как попасть? То есть, попасть, на самом деле, можно огромным количеством способов. Начиная от того, что мне можно позвонить, и я вас кричу в следующий год. Второй способ, это у нас есть группа ВКонтакте, куда мы выставляем все новости. Называется как? Билет в будущее Владимирской области. То есть, там можно всегда нам написать, мы ответим. Вы можете просто написать, что мы тоже хотим поучаствовать. Наша школа хочет поучаствовать. Можно мы с вами. И мы, естественно, всех возьмем, всех пригласим. Также у нас есть региональный портал, называется он Влад Парфобор. Там также есть все мои контакты, почта. Туда можно написать, позвонить, и всегда вам всем ответим, пригласим. Мы с вами будем сотрудничать. Ну, или через управление образованием, заявки от школ. То есть, любым способом, как вам удобнее, можно связаться, и мы вас всегда включим. Будем с вами в дальнейшем взаимодействовать. Спасибо большое, что сегодня пришли и рассказали. Потому что, действительно, надеюсь, что об этом будут знать как можно больше людей, как можно больше ребят будут открывать для себя профессии, которые, может быть, даже уже кажется, что немножечко отмирают. Как вот раньше все шли на завод. Сейчас как-то не то, чтобы не хотят. Они знают, как туда дорожку проложить. И вот благодаря вам, возможно, не то, что побегут, вы хотят и побегут. Спасибо вам большое. Вам спасибо. На сегодня у нас все. Гостем нашей программы была региональный оператор проекта «Билет в будущее» Ксения Зоткина. Мы говорили о том, как помочь школьникам выбрать будущую профессию. А завтра в нашей студии мы обсудим проблемы и достижения бизнеса нашего региона. Я же Светлана Игошева прощаюсь с вами. Хорошего вам вечера. И до новых встреч в эфире.